Ирина Рэпина – наставник замежной мовы 47-й Гомельской средней школы. Хоть и у Гомеля она вядомая не только как выкладчик. Она керауник одиннага на постсоветской просторы – Музея Червонага Крыжа. Причем сбор документов и створение экспозиции – не один обовязок Ирины Рэпиной. Головное – навучить школьников робить добро. Тройче на тыдень она проводит занятки с молодыми волонтерами, которые потом сустракаются со своими ровесниками. Дети на своем уровне, на доступном им языке могут объяснить своим сверстникам, как работает Красный Крест, что это, что такое волонтеры. И сверстники их учатся этому. Они на примере своих одноклассников учатся. Сегодня у областной организации Белорусского Червонага Крыжа свыше 2,5 тысяч волонтеров, объединенных больше 200 волонтерских групп. Это – соправдные, доброохвотные и активные помощники. Все лето на Гомишчине у Першиню провели конкурс волонтерских инициатив. За маль 30 пропанов обрали 13. Это – здоровый образ жизни, это профилактика наркомании, это профилактика туберкулезных заболеваний, это различные формы работы, это патриотическое воспитание, что очень актуально и нравится молодежи. Поступило очень много заявок. В следующем году мы думаем, что мы этот путь продолжим. Еще один новый проект, который все лето у Першиню реализовали в Беларуси – конкурс «Постер-мотиваторов Стоп-наркотык». Областная организация «Червонага Крыжа» провела его суместно с управлением внутренних справ. Колькость у дельников перевысила 40 человек. В наступном году работы переможца узявятся на баннерах и информационных листовках. Данное мероприятие достаточно актуально, оно было актуально, есть и будет актуальным. Очень хорошо, что наши молодые люди, дети отзываются и принимают участие в данном конкурсе. Нам достаточно было сложно выбрать победителя, потому что много было вариантов, и наши дети, молодежь, креативно подошли к выявлению или, скажем так, проявлению своих возможностей, показали все, что они могут, и мы очень ценим этот момент. Спис справ, якими в этом году займались волонтеры Гомельской областной организации «Червонага Крыжа» – «Вялики». Починали заказания допомоги насельництву, якое потерпело от зимовой поводки. Летом боротьба с наступствами протяглась пякоты. Тут и бесплатная раздача воды, и вымярыння артериального тиску. Але, бадай, самое значное выпробование – ликвидация наступства у Липиньской стихии, на якой было занято завышь 700 волонтеров. Плюс, что дённая работа по навучанию насельництва – основам безпеки житедейности. Волонтер Рогачевской районной организации «Белорусского червонага Крыжа» Зинаида Ганчарова стала переможцем областного конкурса у номинации «Самый вопытный волонтер». Жанчина бескорыслево допомагает людям уже 16-й год. Зараз вучить оказывать першую даурочебную допомогу. В коллективы, в школы, в училищи. И у нас и в работе большой, где много людей приходит. Мы вместе приходим, там, ручуэстом, спасатели. И каждая своя площадка, и там мы показываем людям, как оказывать первую помощь. Зараз на Гомельшине колькасть волонтеров перевышает 10 тысяч человек. Самому молодшему з'их 10 гадоў, старышему – 90. Олег Сентюроу, Юлия Мастич, Валер Игапанько, Вадим Козлоу, Телерадио компания «Гомель».